Смотрите сегодня в программе полезные метры, простые прямые линии, авторские находки в интерьере, взгляд дизайнера, фантазийные дома будущего, какие они. В нашей постоянной рубрике «Строительство и недвижимость» побываем в живописном местечке Урала, узнаем, из какого материала лучше построить дом, а также расскажем, куда лучше инвестировать ваши денежные средства. Готовимся к зиме. Интересные факты о снегоуборочной технике. Воры обойдут ваш дом стороной, стоит только установить уникальные охранные системы. Стильный, а главное экологичный дом. Выбираем отделочные материалы. Светло, красиво и просторно. Именно с данных пожеланий родился новый интерьер квартиры. Ведь эти три слова и являются определением стиля «минимализм». При видимой простоте направления самое главное – грамотно организовать пространство. Я ставила задачу, чтобы квартира была светлая. Заходишь в коридор, и прямо как солнышко, прямо от тебя вот озаряло. Вот с этой задачей дизайнер справился. Одним из самых темных мест в квартире был коридор. Но благодаря небольшой переделке стен и некоторым дизайнерским приемам, автору этого проекта, Якову Колодию, удалось добиться нужного эффекта. Теперь свет сюда стремится со всех сторон. Стены в духе минимализма имеют однотонное цветовое решение. А для оживления интерьера дизайнерам используются немногочисленные выразительные детали. За основу берутся один-два цвета, любимый из которых, конечно, белый. В нашем случае этот прием полностью выдержан. Среди светлых обоев можно отыскать яркие, нестандартные акценты. Обои, они во всех комнатах одинаковые, чтобы была стилистика выдержана во всех комнатах. Яркие акценты, они необходимы, чтобы помещение не выглядело блеком. И добавлены яркие акценты, любимый цвет заказчика красный. Обои выбраны очень хорошего качества. Это фрезериновые обои. Их можно мыть, они легко убираются. Двери в интерьере играют далеко не последнюю роль. При выборе нужно учесть ряд нюансов, чтобы были нужного цвета и размера, и в целом гармонировали с интерьером. Особое внимание нужно уделить материалу, из которого изготовлено дверное полотно. Натуральные материалы – это красиво, долговечно и экологически безопасно. В данном проекте Яков отдал предпочтение дверям российского производства. Они выполнены из массива сосны. Эти двери не только подчеркнули достоинство интерьера, но и стали его самостоятельным украшением. Двери идеально вписываются в данный проект квартиры. Двери производятся на высококачественном современном европейском оборудовании. Эти двери хорошо себя рекомендовали, в силу того, что они выполнены из натуральных материалов. Мебель является основой всего дизайна. Она задала форму и цвет пространства квартиры. Стильные и изысканные консоль, столы и стулья, кровать, спальни и тумбы были выбраны хозяйкой еще задолго до создания самого интерьера и стали его отправной точкой. Эта мебель идеально подходит по стилю данной квартиры. Эта мебель хорошего качества, она идеальный натуральный шпон. Цвет шока. Этот цвет идет основной линией по данной квартире. Мебель европейской разработки. Кухонная мебель подхватывает общий стиль квартиры. Простые прямые линии, ровные поверхности в сочетании с дорогими материалами, камнем, металлом, деревом и практически полным отсутствием дополнительных аксессуаров. Но и здесь автор проекта сумел с филигранной точностью поиграть и с цветом, и с материалом. Вверх – это акриловое покрытие, низ – это шпон. Цвета выбраны исходя из общей селительной квартиры. Низ – темный цвет, цвет флинги, проходит основной линией по всей квартире. Светлый цвет верхних фасадов выбран из условия, чтобы визуально занимать меньшее пространство. В кухонную мебель очень удачно вписалась современная бытовая техника. Духовой шкаф и микроволновую печь автор проекта перенес с привычного нам места. Такой прием Яков Калодий использовал сознательно. Духовой шкаф расположен нетрадиционно, не под варочной поверхностью, что позволяет более удобно обслуживать духовой шкаф и удобное расположение микроволновой печи. Данная техника устраиваемая, что позволяет не заграждать рабочую поверхность. Минимум элементов декора, мебели и цвета. Максимум пространства, света и комфорта. Казалось бы, что сложного создать подобный интерьер самому. Однако минимализм строг и требует безупречного чувства меры и стиля, не прощая ошибок и суеты. В таких интерьерах все сделано функционально, прочно и красиво. Дизайн построен на тонкой игре нюансов. Все помещения в доме выдержаны в одном стиле, но при этом ярко индивидуальны. И такую грань может выдержать только профессионал. Благодарим за помощь в организации съемок строительную компанию «Хаммерстрой» и лично Якова Колодя. Мебель в интерьере от салона «Пара». Совсем не обязательно ехать в Европу за мебелью. Изысканная и стильная, она ждет вас в Екатеринбурге. По адресу 40 лет Комсомола 38, мебельный центр «Гулливер», второй этаж. Убедитесь сами, европейское качество по доступным ценам. Звоните 369-91-17. Бытовая техника в интерьере представлена интернет-магазином «Техника БТ». В наличии всегда большой выбор техники, электроники и товаров для дома. Цены вас приятно удивят. Заходите на сайт www.centerbt.ru. Кухонная мебель в интерьере от фабрики «Династия». Европейское оборудование, квалифицированные бригады установщиков и система рассрочки платежа без первоначального взноса. Все это для вас салона «Кухни Династия». По адресу Безбульвар 13, мебельный центр «Эмо», четвертый этаж. Двери в интерьере от мебельного центра «Гранит». «Гранит» – производитель высококачественных дверных блоков из массива древесины, отвечающих самым высоким международным стандартам. Постоянное технологическое перевооружение и современные подходы к совершенствованию деревообработки. Приезжайте улица Техническая, 183А. Звоните 322-8070. Обои в интерьере от торгового дома «Нова». Для вас более 4000 видов обоев от ведущих европейских производителей. Приходите, улица Бахчеванжи, 2. Звоните 264-59-59. О чем мечтает современный подросток, заходя в свою комнату? Пожалуй, о самом навороченном компьютере и игровой приставке. О чем мечтает современный взрослый? О полностью автоматизированном доме, служащем лишь развлечением, которым можно насладиться после тяжелого трудового дня. Такой дом будущего пытаются создать современные архитекторы, и у некоторых зодчих это даже вполне хорошо получается. Дом «Зеро Хаус» уникальный в своем роде. Этот дом будущего генерирует собственную электроэнергию, обеспечивает себя водой, перерабатывает органические отходы, и к тому же он полностью автоматизирован. Панели солнечных батарей, расположенные на крыше, обеспечивают дом энергией на срок до одной недели. Собираемая с крыши дождевая вода сливается в цистерны, благодаря чему отпадает необходимость в использовании насосов. Все органические отходы перерабатываются в компостере, установленном под домом. Управление инженерными системами полностью автоматизировано. Контроль работы центрального компьютера может осуществляться по сети. И такое жилище будущего вовсе не иллюзия. Еще один дом будущего пришел к нам из прошлого. То ли аттракцион, то ли выставочный комплекс откроют после полувекового небытия. Дом будущего в калифорнийском Диснейленде был открыт еще в 1957 году. Внутри него уже тогда были телефоны с громкой связью, телевизор с дисплеем и во всю стену электрические зубные щетки. В новом здании появится все то, чем будет наполнен дом рядового землянина в ближайшие 5-10 лет. К примеру, говорящий шкаф в спальне с удовольствием поведает своему хозяину, какие вещи находятся в химчистке или стирке, а зеркало сможет подсказать наиболее удачный наряд для определенной ситуации. И это еще не все достижения научного прогресса, красиво вплетенного в архитектурные решения современных дизайнеров. Но такой дом будущего скорее фантазия для взрослых, нежели реальный дом для проживания. А вот в этом особняке действительно живут земляне. Хотя, глядя на фотографии, мало верится, что проект на самом деле построен. Резиденция находится в Германии. Конструкция виллы выстроена из железобетона, но особенность форм, снежно-белый цвет, а также обилие окон придают ему легкости и воздушности. Сочетание минимализма, футуризма и богатое воображение группы архитекторов сделало это белое, как зимний снегопад здания, достопримечательности городка и вожделенным местом пребывания для любителей всего необычного. Порой кажется, что будущее в тумане, и угнаться за ним достаточно сложно. Возможно, оно будет таким, каким мы представляли его в прошлом обзоре, а может и совершенно другим. Нам только стоит догадываться. Смотрите далее в программе «Полезные метры». В нашей постоянной рубрике «Строительство и недвижимость» побываем в живописном местечке Урала. Узнаем, из какого материала лучше построить дом, а также расскажем, куда лучше инвестировать ваши денежные средства. Готовимся к зиме. Интересные факты о снегоуборочной технике. Воры обойдут ваш дом стороной. Стоит только установить уникальные охранные системы. Стильный, а главное, экологичный дом. Выбираем отделочные материалы. Жизнь и сплошное удовольствие. Радость от созерцания прекрасного, чистый воздух, пение птиц и шум покачивающихся сосен. Все это можно ощутить только за городом. Именно по этой причине все больше людей отдают предпочтение жилью в коттеджном поселке. Сегодня мы побывали в чудесном, экологически чистом месте всего в 30 минутах езды от Екатеринбурга. Этот коттеджный поселок – идеальное место для полноценной жизни. Рядом находится живописный водоем, в котором с удовольствием купаются и дети, и их родители. Удивительно, что пруд сохранен в первозданном виде. Здесь уже много лет обитают самые настоящие бобры. Сама экология данного поселка – чистый воздух, влажность летом, особенно в данный период. Можно покупать, половить рыбу. Зимой здесь в обязательном порядке в крещении ныряют, потому что есть пору. Можно детвора кататься на коньках. Поселок разделен на несколько очередей строительства. Первая и вторая очереди домов уже сданы. Жилье здесь можно строить как по собственному проекту, так и по одному из предложенных. Инженерная инфраструктура поселка очень развита. Есть и своя электроподстанция, и газораспределительный пункт, а еще общая артезианская скважина. К каждому участку будут подведены магистральные газовые и электросети, а также водопровод. Совсем недавно маленьких жителей поселка строители порадовали новой детской площадкой. Строить поселок, это в первую очередь нужно думать о детях, о будущих жителях этого поселка. Поэтому вот за спиной у меня располагается детская площадка. Это первая детская площадка, которую мы строим. По проекту у нас предусмотрено строительство и облагораживание зеленой зоны отдыха. Она специально выделена. Известный афоризм гласит «Человек создан для счастья, как птица для полета». А мы хотим дополнить «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Стоит только увидеть этот незабываемый райский уголок и уезжать отсюда просто не захочется. Коттеджный поселок бизнес-класса Бобры расположен в 12 километрах от Екатеринбурга по Тюменскому тракту. Поблизи села Касулино в излучине реки Бобровка. Общая площадь поселка 36 гектаров. Вся территория разделена на 132 земельных участка от 12 до 30 соток. Внимание! Успевайте приобрести дома по летней цене до 15 сентября. Бобры, здесь хочется жить. По всем вопросам звоните по телефону 222-00-85 или приезжайте по адресу улица Добролюбова, 16, 2 этаж. Каким должен быть идеальный материал для строительства? Надежным, качественным, недорогим и при этом долговечным. Всем этим требованиям отвечает полистирол-бетон. Благодаря небольшому весу материала, его можно доставлять на стройплощадки автобетоносмесителями и производить работы, как с обычными тяжелыми бетонами. С помощью полистирол-бетонных стеновых блоков возможно не только построить теплый дом, но и утеплить стены, пол и кровлю. Блоки легко пилятся, штробятся, шлифуются, что значительно снижает трудозатраты при проведении различных коммуникаций. Интересный факт. Используя полистирол-бетон, нагрузку на фундамент от стен зданий возможно снизить до 7 раз по сравнению с колодцевой кирпичной кладкой. Один блок из полистирол-бетона по объему заменяет 17 кирпичей. А еще этот удивительный материал и в огне не горит, да и при падении не крошится. Полистирол-бетонный блок, он экологически чистый материал. Состоит он из полистирольной крошки, цемента и древесной смолы. И в таком доме, в общем-то, из полистирол-бетона очень комфортно жить. Он дышит точно так же, как дерево. Хозяева этого дома давно хотели построить новое, хорошее жилье, потому как старое стало попросту непригодным для проживания. Очень важным фактором при выборе материала стала возможность увеличения площади будущего строения за счет небольшой толщины стен из полистирол-бетона. Благодаря прекрасным характеристикам, полистирол-бетон стал выгодной альтернативой пенобетону, газобетону и другим строительным материалам. А отличная гидро- и звукоизоляция делают жизнь в доме из полистирол-бетонных блоков очень комфортной. Компания Пластблок – это сертифицированная продукция из полистирол-бетона. Оптовая поставка строительных материалов – большой спектр услуг. При заказе материалов в зимний период цены минимальны. Звоните 268 11 66. Сайт 3wplastblog.ru Продолжение следует...